всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью сегодня большой праздник сегодня праздник день веры надежды любви и матери их софии дорогие мои подписчики те кто носят это эти имена да я вас поздравляю от души с днем ангела всего вам самого хорошего доброго благополучия в вашей семье и вообще поздравляю всех с этим большим праздником вдумайтесь сами как звучат эти имена вера надежда и любовь ну просто вот знаете песня я вам всем желаю веры надежды и любви в вашей жизни и как можно больше все меня спрашивали что можно приготовить из зеленых помидор у вас они еще остались сейчас я вам с вами поделюсь двумя рецептами совершенно разными заготовки зеленых помидор почему раньше не делилась но я сейчас честно скажу да у нас помидоры прекрасно зреют у меня растут в теплице фитофторы не было уже не знаю сколько лет поэтому как бы у меня зреют помидоры и мы употребляем их и газа готовлю я их красными ну конечно было время когда помидоры выращивали на улице не было никаких теплиц когда бабушка русела помидоры помидоры всегда росли превосходно все было завалено этими зелеными помидорами под кроватями в диване палате в этих валенках никаких никаких фитофторы ничего не было потом уже когда уже я стала уже выращивать все появилась эта фитофтора и нужно было что-то сделать заготавливать помидоры иначе мы могли потерять весь урожай и поэтому были вот такие салаты этот салат заготовочка это вот которую я вам предложу она именно из той тетрадочки из которой я всегда вам даю да вот готовили тогда такие салаты заготовки я очень помогу и делала добавляла в супы в какие-то рожки в общем умудрялась везде ее использовать ну и дам вам очень вкусные маринованные зеленые помидоры сейчас я расскажу и покажу поехали так как будет сразу два рецепта то у меня вот продукты приготовлены сразу для двух рецептов так будет сначала салат с помидорами зелеными вот таким вот образом они у меня смотрите вот так вот перьями порезаны сейчас я вам покажу как я делала это вот так вот взяла раз на бочок помидорку и вот так вот перышками знаете вот эта заготовочка мне нравится вот именно нарезка вот именно такая ну вот решила вам на одной помидорке показать чтобы не занимать много времени вот таким вот образом я не говорю что не все не понимают что такое перьями ну вдруг кто-то да вот таким образом сюда пошли они меня здесь у меня ровно килограмм ровно килограмм здесь у меня полкило лука я порезала в четверть кольцами то есть не мельчила сильно ваше дело как вы хотите так и режьте полкило моркови натерла на терочке и взяла один такой вот вот такой вот перчик и вот порезала его тоже длинненькими такими вот штучками в принципе я вам сейчас сразу скажу что изначально перца нет в этом рецепте потому что когда я его готовила это эту заготовку этот салат можно назвать можно заготовкой назвать как заправка для супов делали мы тогда не было перцев 30 с лишним лет назад мы их вообще в нашем регионе не выращивали поэтому их нету в этой заготовки но я сюда добавила думаю будет не хуже ваше желание хотите добавляйте хотите нет сюда в эту заготовку еще нам понадобится соль сахар масло и уксус но это чуть позже а вот соль сейчас вот на килограмм порезанный томатов я беру вот так вот столовую ложку соли с горкой сюда добавляю вот так вот прямо рукой все это дело хорошо перемешиваю закрываю крышечкой и все и оставляю на 45 часов поэтому вы можете не не морковку лучок и перчик приготовить намного позже я сейчас закрою это все пленочкой и уберу чтобы не заветрило а вы вот 45 часов прошло как будем дальше делать нашу заготовку так уже можете перед этим приготовить чтобы не заветрило но мне вам нужно показать поэтому я сделала я убрала со стола лишнее оставила вот только помидоры чтобы мы про них не забыли и теперь переходим ко второй ко второй нашей заготовки на зиму из зеленых помидор это маринованные зеленые помидоры берем помидорки те какие вам нравятся покрупнее помельче в общем ну вот такого среднего размера и у меня полутора литровые банки и просто их туда они помыты хорошо все и просто мы их туда закладываем прямо вот так вот потрясите чтобы вошли побольше ну сколько войдет я ведь не считала сколько здесь помидор хочу просто сделать две полутора литровые банки поэтому вот сколько вот войдет сейчас столько и войдет вот у меня осталось я это уберу а будем работать с тем что есть вот так я наложила помидорки сильно я не докладывала немножко оставила место у меня вскипел чайник и мы сейчас тихонечко заливаем помидорки никакие специи ничего пока мы не добавляем ничего совершенно вот так вот заливаем полностью все закрываем крышечкой оставляем на полчаса пусть они у нас стоят хорошо прогреваются тем временем я взяла на каждую полутора литровую банку по одной вот такой средней морковки по одному вот такому уже почистила видите среднему перчику по примерно 5 6 зубчиков чеснока ну вот такой острый перец делала уже заготовку он у меня не целый вот мне как раз хватит на две баночки лаврушечка у меня здесь перчик черный горошком и еще понадобится соль сахар и уксус мы сейчас все это измельчим как вы хотите перчик я порежу полосочками натру на терке и морковку чеснок я порублю тоже ножиком можете на терочке на мелкой сделать как в общем по желанию пока они у нас стоят и греются мы с вами это сделаем полчаса прошло мы сейчас берем сливаем эту воду в раковину не куда-нибудь а в раковину потому что она горькая зеленые помидоры горчат и свою горечь они вот отдали вот этой водичке которую мы слили сейчас наша задача сюда положить специи значит я сюда кладу лавровый листик по несколько штучек перца горошка немножко вот так вот распределю острый перец чесночок ну примерно поровну да он у меня сейчас делаем вот так под тряхнем чтобы все туда провалилась у нас так и сейчас будем сюда отправлять перец точно так же пополам распределем неудобно вилкой все руками еще сделаем так опять тряхнем и отправляем морковку чтобы было удобно я достала отсюда помидорку вот так вот и еще вот так сверху положу вода закипела по новой в чайнике свежая вода и снова заливаем помидорки просто простым кипятком до верха все и оставляем минуток на 15 15 минут прошло и сейчас мы берем такими крышечками и выливаем воду уже будем ее мы кипятить и измерять конечно потому что вот у меня кастрюля с мерной шкалой поэтому я сразу в кастрюльку если у вас такой кастрюли нет то вы пожалуйста в мерный стакан потому что нам надо знать сколько литра тут у нас будет вот у меня получилось ровно литра значит в трех литровую банку вот у меня литра получается дан две полуторки вот ровно литра добавляем на 1 литр воды вот этой вот вылитой отсюда одну столовую ложку соли с горкой и две столовые ложки сахара тоже с горкой ставим кипятиться и когда закипит будем добавлять уксус все вы знаете что я люблю эссенцию добавлять поэтому когда рассол закипит я сюда добавлю на литр воды добавлю чуть чуть не полную столовую ложку эссенции а если вы будете использовать 9 процентный уксус это будет 70 граммов миллилитров до 70 миллилитров все сейчас дожидаем закипит рассол заливаем помидорки и закручиваем рассол закипел я добавляю уксус все и заливаем баночки закрываем и закручиваем как обычно ключом так ну вот баночки я закрутила перевернула чтобы мне не таскать туда-сюда я сейчас прямо здесь укутаю полотенчиком вот так вот и пусть они стоят пока мы с вами готовим тут салат они нам не помешают салатик у меня стоит еще ему нужно стоять до четырех часов до смотрим по времени потом будем уже его продолжать готовить не забываем дорогие мои что сейчас идет сезон капусты и я внизу под видео оставлю ссылочку вам на несколько прямо у меня и маринованной капусты не один рецепт отличный рецепт маринованная капуста от татьяны рецепт маринованной капусты со свеклой квашеной капусты 4 рецепта переходите смотрите пользуйтесь готовьте есть еще салаты может у кого-то есть кабачки готовим кабачковую еще икру на зиму в общем не теряем время даром и еще запасаемся заготовками заполняем наши подполья наши шкафчики все что у нас есть ну и банки конечно продолжаю рецепт сразу у газовой плиты потому что мы будем варить уже салат у меня отстояло 4 часа я выливаю сюда в кастрюлю в которой буду готовить 100 миллилитров растительного масла зажигаю газ и сейчас вот у наши помидоры смотрите сколько сока видите вот это горесть от помидор потому что помидоры зеленые горчат и если вы не сделаете вот так то у вас будет очень горько и невкусно я сейчас вот что делаю я просто отжимаю вот так и отправляю сюда помидоры вот так вот просто отжимаю сок и помидоры сюда и вот таким вот образом суп нам этот совершенно не нужен неудобно не видно ну и смотрите тут что господи ой помидорка повисла так всем покажу смотрите вот сколько ненужной горечи ненужного сока у нас здесь все это в раковину отправляем вот такой салат он готовится понимаете не как вот допустим мы готовили там зажарку то все вот это вот лук сначала все отпускается вместе все это будет тушиться ну по крайней мере вот это такой рецепт раньше очень пользовался такой рецепт популярностью вот поэтому я и вами давно его хотела дать еще прошлый год ну что то вот все никак все отправляем вместе туда сейчас соль мы больше добавлять пока не будем потому что у нас посолено же уже хорошо вот соль впитала помидоры впитали в себя соль но в конце когда вот мы все закончим но бы провалиться у нас минуток 20 мы попробуем на соль если нужно то добавим 100 граммов сахара и остается у нас добавить 100 миллилитров 9 процентного уксуса лавровый лист и перчик но это мы добавим в конце уксус добавляю примерно за пять минут до окончания варки сейчас даем все это закипеть как закипит отправлю туда лаврушечку и несколько горошин душистого но не душистый у меня черный обычный горошком перчик вот и все это дело дадим прокипеть как закипит 30 минут потом вам рассказывать по стерильным банкам показывать вам как я сюда положила лаврушечку там перчик налила уксус я уже не стала ну вы все это все отлично знаете да сейчас стерильные банки полчаса у меня все прокипело я буду аккуратненько все раскладывать вот лаврушечки 4 штучки положила постараюсь чтобы попала в каждую банку по лаврушке меня огонечек на минимум убавлен и вот так вот ну вот такой вот салат или закуска или добавка вот в супы в общем универсальная такая закруточка из зеленых помидор у нас получилось заготовочка да вот очень вкусненькая оригинальная попробуйте обязательно у меня получилось больше полутора литров потому что вот это вот 800 граммов по моему баночка ну и вот закручено у нас две банки открыла для вас зеленых помидор маринованных сейчас все это укутаю одеяло и дам сутки простоять и потом спущу в погреб вы можете хранить такие заготовки спокойно при комнатной температуре они нормально все хранятся ну все удачных вам заготовок и приятного аппетита смотрите какая красота да мутный рассол смотрите это из-за чеснока потому что чеснока мы добавили довольно таки большое количество рассол у него у него этих помидор очень светленький я вас уверяю вот когда вы откроете эти помидорки я вы рассол выпейте просто весь до капли очень очень вкусный получается вот правда не поленитесь сделайте особенно у кого эти помидоры есть и больших количествах вот приготовьте вот такие маринованные помидорки прекрасно стоят дома очень вкусные и рассол выпиваться до капли и вот такая вот заготовочка из зеленых помидор прекрасно подойдет как заправка суп суповая заправка да суп можете просто как салатик с картофелем с рисом с рыбой с чем угодно получается очень вкусные пикантные помидорки попробуйте я думаю что вы не пожалеете если вам понравился рецепт то ставьте лайки не забывайте подписаться на мой канал а я как всегда желаю вам всего самого хорошего и доброго с вами была ваша татьяна пока пока а